16 октября наш краеведческий десант на пароме через Каму пересек восточную границу нашей республики и в течение трех дней мы знакомились с бытом, историей и культурой удмуртского народа. Побывали в столице Удмуртии, городе Ижевске, и на родине композитора Петра Ильича Чайковского, в городе Воткинске. Наше знакомство с традициями и обычаями удмуртского народа началось в этнографическом комплексе музея под открытым небом, что находится в деревне Ударвай. В Ударвай мы увидели целый комплекс деревянных построек, дома, клеть, двухэтажный хлев, амбар, носы, коала, семейное святилище удмуртов, а также баню по-черному. Мы также посетили ветряную мельницу, построенную в 1912 году и перевезенную из деревни Чем-Куюк, Алнашского района Удмуртской республики, на территории музея в 1994 году. Мельница состоит из трех этажей, высотой 12 метров, принадлежит к шатровому типу мельниц. Такие мельницы были распространены на юге Удмуртской республики. Сегодня это единственная сохранившаяся ветряная мельница на территории республики. Мельница 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 Продолжение следует... Продолжение следует... После обзорной экскурсии мы посетили Национальный музей Удмуртии имени Кузибая Герда. Музей располагается в здании бывшего арсенала Ижевского оружейного завода, памятника промышленной архитектуры 1-й четверти XIX века. Построен архитектором Дудином в стиле высокого классицизма. Музей носит имя Кузибая Герда, удмуртского поэта, драматурга, просветителя и политического деятеля. Открыт был музей исполкома Ижевского городского совета в ноябре 1920 года, учредителем музея Министерства культуры и туризма Удмуртской республики. История Национального музея Удмуртской республики в настоящий момент крупнейшего научно-исследовательского культурно-просветительского и металлического центра Это история становления и развития краеведения в республике. С середины 50-х годов XX века музей ежегодно проводил по 3-5 экспедиций, в результате которых были собраны ценные материалы, отражающие историю края с 8-го тысячелетия до н.э. Музей обладает уникальными коллекциями исторических, археологических и этнографических памятников, коллекциями холодного однестрельного оружия, коллекциями фотографий и письменных источников. Экспозиция представляет систему выставок, дающих представление о природе и истории края, являющегося исторической прородиной финно-гостских народов. Этническая история проживающих в республике Удмуртов, русских, марийцев и татар представлена в богатых коллекциях и музейных комплексах, национальной одежды, утвари и других предметах, рассказывающих о жизни, обычаях и обрядах религии народов этого края. Музей Ежевска – это музей прошлого, настоящего и будущего. В декабре 2012 года администрации города Ежевска было принято решение о создании музея города на территории набережной, где сохранились компактно расположенные объекты историко-культурного наследия, производственного, бытового, общественного назначения. Руководство и координация деятельности на первом этапе поручили выставочному центру галереи. Первым объектом музея стал генеральский дом – казенное здание усадебного типа, в котором проживали в разные годы начальники завода и их семьи. В настоящее время начата подготовка к реставрации здания. Музей планируется как средовой, с дальнейшей реконструкцией части традиционного производственного и культурного нандшафта и музификацией ряда историко-культурных объектов. В чем особенность данного музея? Музей исследует и представляет феномен Ижеска как уральского городозавода, как городское сообщество. Это будет распределенный средовой музей, включающий несколько объектов зданий, музей прошлого, настоящего и будущего Ижеска, музей, созданный с участием горожан, музей Ижесской истории. На набережной Ижеска, благодаря музею этого города, может появиться новый квартал. Названия могут быть разными – прибрежные, музейные, культурные, но суть одна – это будет набережная для людей. КОНЕЦ Реставрация объектов культурного наследия и оживление набережной – это грандиозный проект. Первый объект, который был запущен – Генеральский дом. Музейный выставочный комплекс стрелкового оружия имени Калашникова появился на культурной карте в России в 2004 году. Он сразу же стал достопримечательностью столицы Удмуртии, оружейная история которого насчитывает более 200 лет. Экспозиция современного музея высоко технологичная. Музейный, интерактивный. Главный герой музейного представления – Михаил Тимофеевич Калашников, своеобразная точка отсчета, от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из величайших центров культуры оружейного мастерства России. Здесь создан демонстрационный зал, включающий современный тир огнестрельного оружия, где представлены различные образцы исторического и современного оружия, а также пневматический и арбалетный тир, оснащенный мультимедийными программами. Музей интересен и привлекателен для самого широкого круга людей. Его посетители – жители Удмурской республики, России и зарубежные гости. Субтитры создавал DimaTorzok Вечером посетили русский драматический театр. Удмуртия, посмотрев раннюю комедию Афанасьева «Между небом и землей». Несмотря на паспортную погоду, интерес к городу был велик, ведь главная ценность – его люди, и они произвели приятные впечатления. День третий – город Водкинск. Тихим майским вечером, когда белым кружевом окутаны в саду деревья, и ясно-морозным утром, когда искрится на солнце белый снег, по осени, когда шерестит под ногами золото опавшие листвы, или в июльский полдень, когда воздух густо напоен ароматом скушенной травы, в любое время года, в любую погоду – прекрасная светлая страна детства композитора – музей-усадьба Петра Ильича Чайковского. Владельцу по 300 рублей месяц, а я, который вложил по 400 рублей, имел постоянный выезд для семьи. Непременно работают с педалями, нагнетая воздух вверх, арена не снашивается, поэтому мы видим все-таки речь именно об этом. Немыслимо представить сегодня Водкинск без этого священного для многих места. Когда мы приехали из серого, немного мрачного и жесткого Водкинск, словно оказались на другой земле. Все здесь было напоено музыкой, поэзией, красотой и миротворением. Нашему взору сразу предстал чудесный двухэтажный дом, который был построен в 1806 году для проживания семьи начальников Камского Водкинского завода. Стены этого дома – немые свидетели двух веков истории, сложные со своими трагедиями и драмами. Комплекс расположен на берегу живописного пруда и представляет собой старинную городскую улицу с казенными домами чиновников Водкинского железноделательного завода и прилегающими к ним хозяйственными постройками. В центре улицы расположена усадьба горного начальника, в глубине которой людская изба, каретный сарай, конюшня, теплица, а также парк с беседками и сохранившимися липами. В Водкинском доме юный Петр Чайковский познакомился с чарующим миром музыки, которое захватило его душу и сердце, став смыслом всей его жизни. Окунувшись в мир быта дворян и горнозаводского населения, мы представили жизнь семьи Чайковских в Водкинске. Эскурсия позволила нам глубже понять самого композитора истоки его музыкального таланта. 30 апреля 1940 года состоялось торжественное открытие музея в честь столетия со дня рождения Петря Ильича Чайковского. В основном экспозиция была поскосной, включала она около тысячи экспонатов. Самый ценный рояль фирмы Вирт, рояль, клавишем которого прикасались пальчики маленького Чайковского. Также из Клина были переданы подлинные вещи семьи Чайковских, икона Девы Марии и стол из московской квартиры композитора. Во время Великой Отечественной войны в Водкинск был эвакуирован в Клинский музей Чайковского. Сотрудники музея провозили музыкальные четверги для рабочих, на которых звучала классическая музыка. Развивая и сохраняя культурно-исторические традиции, музей пользуется огромной популярностью среди людей всех возрастов и спектра интересов. В городе Водкинске мы посетили и музей истории культуры. Расположен он в исторической части города на улице Кирова, дом 5, бывшая конторская, базарная в начале 20 века, коммунальная в первые годы советской власти. Архитектура здания типична для делового центра Старого Водкинска. Здание построено в конце 19 века как купеческий дом с торговой лавкой на первом этаже. В начале 20 века на втором этаже размещались классы первого женского земского училища. А с 1926 по 1966 годы первый этаж здания занимал промтоварный магазин, а на втором этаже работала городская типография. Музей был открыт 21 февраля 1968 года благодаря инициативной группе, которая объединяла коренных жителей города, историков, инженеров, учителей. Координировал всю работу краевед Валериан Николаевич Ступишин, который стал первым директором Народного музея. 27 декабря 1992 года Водкинский краеведческий музей был передан в ведение отдела культуры исполкома горсовета и получил название Музея истории и культуры города Водкинска. Руководители музея – люди творческие. Каждый внес свой вклад в становление музея. В настоящее время музей становится одним из притягательных творческих центров города, развивающегося динамично и современно. Наше путешествие в Адмуртию, наверное, было самым длинным. Обратный путь вновь лежал через паром, где нам пришлось изрядно подождать на камере своей очереди для дальнейшего путешествия. Выехав в 16 часов по Адмурскому времени, в Фомы вернулись только к часу ночи, полные самых разных впечатлений от увиденного и услышанного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok